Что же, друзья, мы продолжаем мерзнуть, но впереди точно солнце. Сегодня я вас просто окуну в зиму, наши зрители, кто смотрит нас из тепла. Ну, либо завидуйте, либо поплачьте вместе с нами. Короче, лайкосики ставьте, комментарии пишите, много эмоций. Мы сегодня сделаем классные покупки, которые нас приближают к зимовке. Все-таки готовимся к зиме, там осталось буквально пару моментов сделать, и все. Я надеюсь, полетим. Погнали. Люди, которые очень сильно переживали, что наши дети не видят снега, больше не переживайте, они его увидели. Вот такая вот история у нас сегодня случилась. Да, они довольны. Жесть. Мирошку не кидайте, а то он не поймет. Правильно, Мирошка возмущается. Скажи, что это такое? Что это за дела? О, Мирошка тоже понял, что это надо бросать. Валенки Артемкины у бабушки сохранились. Помните в детстве, когда нам покупали новые ботинки, и мы их раскатывали, а потом ходишь, вот так вот подскальзываешь, потому что... Ну, потому что подошвы больше нет. Я вот сейчас детям показываю это. Вот так вот разбегаешься, и вот так вот... Это не так-то просто. У Тёмки вот не получается. Дай. Нет. Давай, подсними. А, сейчас ты. Тёмка. У него, у него нисколько. Соткни можно. А я. А ты у меня. Давай. Давай, Мирошка, поехали. Мирош, давай. Тыс-тыс, валенький, давай. Давай, Роджин. А теперь сьё. Уже. Да, потом будет падать. Сломает ногу, пишет талантом, или ещё что-нибудь, или связку порвёт. Да? Ладно, ты как внутриком вот так вот, папочка, помнишь? Мастёнка тут эта, с ума сошла. Люди покупают шумы, а Мастёнка купальники. В общем, ребятки, первый шаг в зимовке в Тае мы сделали. Билетов нет, зато есть купальники. На самом деле, надо с чего-то же начинать, на самом деле. Поэтому начали с купальников. Да? Да, да, да. Вон, целых три штуки. Ладно, сейчас попозже покажем, как всё выглядит. Покажешь? Ну, не знаю, подумай. Наконец-то мы приехали в Россию. Мы очень соскучились и особенно мы скучали по сервису. И я уверен, что поймут только те, кто отправлялся надолго в путешествие по различным странам и ловил конкретные трудности с доставкой различных товаров. В России, например, проблем с доставкой сервисом нет. Особенно круто работает компания ПЭК. ПЭК – это не просто одноразовая компания, а мультисервисный оператор логистических услуг. И основана она в 2001 году. ПЭК – эксперт в сфере комплексных решений, организаций грузоперевозок на территории России и за рубежом. О том, что ребята делают свою работу хорошо, я лично знаю не понаслышке, ведь пока мы занимались мебелью на протяжении многих лет, мы отправляли мебель в регионы при помощи ПЭКа. И несколько раз даже в страны СНГ. А ПЭК, между прочим, насчитывает свыше 300 отделений в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Турции и Китае. Ежегодно услугами компании пользуются 4,5 миллионов клиентов. Так что, ребята, где бы вы ни находились, ПЭК всегда рядом. Я, например, при сотрудничестве с ПЭКом выделил для себя жирные плюсы. Про филиалы я уже сказал. Второе – это, конечно же, цены. Они очень радуют. Ну, сами зайдите в калькулятор и рассчитайте свою посылку. Третье – это безопасность. Ваш груз застрахует. Если это хрупкий груз, сделают обрешетку. Ну и, конечно же, полный контроль передвижения груза онлайн. Ну и да, высокий уровень сервиса нельзя обойти стороной. Личный менеджер, приложение, личный кабинет, упрощенная выдача грузов по СМС. Все это упрощает и делает нашу жизнь комфортнее. Ну и, конечно же, хочется отметить, что ПЭК работает не с грузами, ПЭК работает с людьми. Конечно же, друзья мои, в описании к этому видеоролику я оставлю все ссылки на их ресурсы. Обязательно переходите, отправляйтесь по ссылке надежной компании. Ну и мы с пацанами не отстаем. Заказали себе кроксы и еще заказали себе джибицы. Кто не в курсе, такая херовина на кроксы. Всегда, когда массово покупаю какую-нибудь интересную вещь на всю семью, охреневаю от цены. И поверьте, одеть пять человек в кроксы – ни разу не дешевое удовольствие. Но ходить в тапках не в кроксах мы не можем. Во-первых, они не выдержат столько ходьбы. Они развалятся буквально на раз-два. Ну и в кроксах можно действительно проходить смело целый год и ни о чем не думать. И ноге будет очень комфортно. Поэтому сейчас это придут, пойдем забирать и мерить. Сходили мы с детьми на пахру. Здесь течет река Пахра. Наловили вот такой вот рыбы. Это подольский сибас. Вот, сейчас будем готовить вот эту рыбку. Ладно, я шичу, а то вы мне сейчас начнете писать, что в Подольске нет такой рыбы. В пахре. Это турецкая дорада. Но стоит она ни хрена никак в Турции. Вместе с чисткой получается тысяча за килограмм. Ну вот кому интересно. Но она капец, какая вкусная. В Турцию мы ее ели. Покупали что-то за 85 лир, что ли, за килограмм. Здесь такая цена, но я увидел, думаю, блин, стоит купить. Обязательно надрезаю рыбу, чтобы туда попал соль и перец. А маринуем исключительно просто солью и перцем. Все, никаких приправ, ничего и грузим в духовку. Вот так вот замариновалось. И запускаем в духовку. Сейчас супер простой рецепт. Но в Турции мы вообще влюбились в эту рыбу. Ой, для вас, как всегда, одно мгновение. А для нас много-много ожидания. Так. Вот так лучше. Смотрите, какая красота получилась. Блин, ее бы так взять. Опа. Смотрите, когда-нибудь будут камеры такие, что я вам смогу даже запах передавать. Ну, это просто, блин, пушка-бомба, ребятки. Кто не пробовал такую рыбку, обязательно попробуйте. Получилось невероятно. Блин, она безумно вкусная. Я вот даже вам хотел бы передать вкус, запах. Но, к сожалению, нет. Так что покупайте, готовьте. Соль, перец и больше ничего не надо. Вот это он сыпать начал. Там он даже ездит. Как аллею закидал, а? И он идет, 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 идет. Мне кажется, завтра будут конкретные сугробы. Можно даже будет это... Накачать ватрушку и пойти кататься. Я тоже снег люблю. Но чисто вот так вот, чтобы съездить, покататься. Ой, а в глаз залетело. И на этом все. Вот это засыпало. Ооо. Так, сейчас попробуем открыть. Ля-ля-ля. Ой-ой-ой-ой. А все потому, что мне нужно взять просто шапку. Такая холодная. Ой, красота. Все. Теперь я нормально утеплен. Да, то ли дело снег где-то в горах, либо снег в городе. Вот так вот. Я иду полу... Ооо, Мироша, ты что делаешь? В общем, мы решили время зря не терять. Сегодня уже в обед снег рассладит. Поэтому с утреца прем в очень красивое место в Подольске. Сейчас покажу, кто впервые попал на канал. Посмотрите. Вот. Там обычно, когда снег выпадает, много народу. Все катаются на ватрушках. Перед этим заедем в гараж. Естественно, возьмем у нас кучу всяких зимних штуковин, санки, ватрушки, пердушки и так далее и то подобное. Вот. Все накачаем, надуем и поедем. Попробуем покататься. Надеюсь, там снег хоть немножко остался. А так вообще... Ну, я уже показал немножко, на дорогах слякать, муляка начинается. Но уже вот-вот снега и не будет. Будет плюс 10 снова. Я все думал, что мне куртку надо купить. В итоге Носен говорит, поехали в гараж. Потому что у нас куча всего зимнего и реально, прикиньте, приезжаем. У нас стоит вот такой вот огромнейший-огромнейший баул. Здесь просто куча зимних вещей и детские вон штаны такие. И даже лежит моя новая куртка, прикиньте. У славяна есть куртка. Вот она новая. Ну, я ее одевал буквально там два раза, когда мы в Сочи зимовали, и все. Я забыл просто про нее. Ой, теперь я какое-то время даже в куртке покажу, у меня будет тепло. Забыл вообще, что есть куртка. У нас там чемодан громкий. Огромный баул, вон он, у Тенки есть вот такой вот сноуборд. Тоже загружаем его сюда. Во, санки достали. Это мы покупали еще, когда Тенка в садик пытался ходить, чтобы его катать. Да, новые. Тоже возьмем мирошку немножко, покатаем. Загрузили в машину. И снегокат загрузили, и сноуборд, санки. Единственное, что ватрушка у нас оказалась поломана. Ой, точнее, ледянка. А ватрушку вообще не нашли. А по-моему, мы ее выкинули, она лопнутая была. Ватрушка не была лопнутая, она была протертая, но не лопнутая. Ладно, едем кататься сейчас в очень красивое местечко. Опа! Так, держи, держите. Ага. Так, Артемке. Ой, сноубордик! Держи. Так, ты сон. Саночки и мирошки. А Родион спрашивает, папа говорит, а это что? Охренеть! Ну да, такое бывает. Как они однажды у бабушки спросили, а что такое утюг? Ооо, мирошка теперь будет новым водителем этих санок. Они, кстати, классные, они с колесиками. Ооо, все лежит, да, пацаны? Простаивает. Простаивает. Пойдемте. Мы приехали в Дубровице. Это потрясающее место. Здесь усадьба Дубровицы, церковь, знамение Пресвятых Богородицей в Дубровицах 18 век. Да, мы же пойдем на место, где все катаются. Вообще катаются вот здесь, лайтовые горки, там по хра течет, а там посерьезнее выступы. Ну ладно, сейчас прогуляемся. Слушайте, из новшеств, огромный плюс, сделали наконец-то лестницу вот отсюда, вот с этой вот крутой поляны, на самый верх, вот, это, конечно, очень круто. Снега мало, правда, видите, он раскатался, все потаяло, но, тем не менее, я думаю, можно будет покататься. Тем, по пухляшу едь, по пухляшу едь. Ну вот где он только выпал. Ну вот сама церковь, кто здесь никогда не был, обязательно приедьте, друзья мои, погуляйте, здесь потрясающая церковь. Давай, Тем, Тем, давай, давай, давай. О, пошел пацан, смотрите, смотрите, что творит. Ах, чуть-чуть не доехал. Красавец. Ну что, Родион, любишь кататься, люби, саночки вози, дай. Тише, 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 он врезался. Я ни грамма не помог. Добрый батя, дай. Сам. Давай. Ну ты что, Тема? Ой, короче, Тема, отходи. Да ты не бойся, держи руль прямо. Сейчас Артем ведет. Так, сейчас поедет Родик, я, конечно, не какая-то эти, вообще боюсь, но посмотри. Артем, отойди. Артем, отойди. Так, подождите, подождите. Ой, понял, рулем не крути. Да, я просто вот его буду. Давай. Фух, ну все нормально. Получилось. Так, ну что, теперь попробую я, поехал. Темка, ну-ка, снимай папу. Только сильную не болтай, ладно? Ага. Эх, чуть-чуть. Ой, Миржошка, вон снежки какие лепит. Вон какой снежкореп есть. Фабрика снежка. Вот, мамулька здесь так рядом живет, а зимой сюда приехал вообще первый раз. Да, так ни в коем случае не делайте. Обязательно смотрите все, что есть в округе. Особенно такое прекрасное место, как в Дубровице. Давай, Родик. Скатывайся. Я тоже хочу прокатиться на нем. Классная штука. Давай. Молодчина. Ну, Мирожка тоже зря не стоял. Снеговика слепел, молодец. Вот так вот, с головой. Только морковку забыли, ты молодец. Можно палочку? Палочку давай найдем. Да, палочку. Давай, Мирожка, ищи. Мам. Мирожка. Мори. Мори. Мирожку тоже на снегокат посадили. Мирож, роли. Класс. Мирожка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 потому что, ну, это очень маленький размерчик. Но только Настенка не захотела вписаться в нашу вот такую тусовку цветных кроксов. Решилась и взять бежевая. Вообще на рынке много, конечно, поделок по кроксам. Это прям 100%. Мы, естественно, покупали в официальном магазине крокс. И здесь, как мы в лайфхак, все кроксы должны быть, естественно, упакованы в правильный. Вот такой пакет должна быть вот эта вот вешалочка оригинальная, крокс. Должен быть вот этот вот крокодильчик. У него строго должно быть три пальца. Вот это пять, по-моему, горбиков. Должно быть и самый крайний, и самый высокий. Прикиньте, какие штуки. Лайфхаки. Подошва, естественно, должна быть вот такой вот елочкой. Я вам сейчас покажу. Видите? Елочкой. Тут у всех кроксов одинаковая подошва. Даже не обсуждается. И самое, что интересное, вот здесь вот если перевернуть на подошве, естественно, все должно быть выбито крокс. Вот здесь вот если есть ремешок. Мирошка, подожди, не открывай пока. Вот здесь должен быть тоже крокс. Вот здесь вот должен указан быть, значит, ну где сделано. В данном случае вот эти мои во Вьетнаме. И самое, что интересно, что вот здесь вот баундер Колорадо. Вот между этими двумя словами обязательно должна стоять запятая. Это тоже главное отличие. Ну, естественно, там размеры, все дела. Все это должно быть. Так, заскакиваем в тапки. Эх, как давно я хотел именно такие закрытые себе. И, кстати, с размером я угадал. Во, максимально комфортненько. Класс. Ой, они такие красивые и трекрашные. Давай, Тём, распакуй, только аккуратно распаковывай, пожалуйста. Сейчас посмотрим, что вообще у нас. Настен, иди кроксы померь. Ой, у меня по-любому. Ой, как это. Ой, посмотрите, какие они. Угадал? Вообще. Посмотрите, какие красивые. А еще, вы знаете, что должно быть обязательно тринадцатичных точек в любых кроксах. Ой, самый клевенький у Мирошки маленький. Как у папи. Вот, конечно, они должны. Во, Мирошка, знай, что с ними делать. Давай, одевай. Он сидит уже, чтобы не дождется новый тапки. Чтобы свои цветные, как у папи. Вот, запасик. Ой, какие красивые. Джибицы. А вот это, короче, пакетик. Трисать штук Джибицы. Давай, распакуем. Распаковываем Джибицы. Сейчас будем сразу одевать на Кроксу. Так, Джибицы. Кто не в курсе, что такое джибицы? Сейчас мы дамим. Катька. Я обожаю, круто. Ой, Мирошка. Это Джибицы. Мирончик, тебе трактор. Мирончик, тебе трактор. Я, разовы, забирай, это мне, это мне. Круто. Ой, Миронка себе выбрал трактор. Вот эти джибицы, вот они вставляются сюда всякие штуки. В общем, друзья, мы к дачку почти готовы. Осталось купить билеты.